В Петрозаводске состоялся отбор учеников в Академию танца Бориса Эйфмана. В столице Карелии прошел предварительный просмотр юных участников. Счастливчикам предстоит еще сдать экзамены самому метру. Удалось ли кому-то пройти первый отбор, узнаем у Влады Даниловой. На этот кастинг 8-летний Иван пришел вместе с мамой. Сам захотел в нем участвовать и волнение пытается не показывать. Потому что я хочу испытать свои силы. Балетом совершенно не занимались. Мне кажется, мы чуть-чуть не дотягиваем, но это желание, мне кажется, все перекрывает здесь. Чье желание? Его. Открытый просмотр в знаменитую Санкт-Петербургскую академию танца Бориса Эйфмана. Поступить туда надеются более полусотни маленьких петрозаводчан от 7 лет и старше. И хотя на кастинг приводили даже 4-летних, им было отказано по возрасту. Балерина может делать все, что угодно и выступать красиво. Обещаю танцевать «Морозка», потом «Лебединое озеро» и самые красивые танцы. Согнуться пополам, сделать мостик, сесть на шпагат просят всех участников. Даже на предварительном этапе отбор довольно жесткий. Смотрят на внешние сценические данные, оценивают гибкость, растяжки, выворотность суставов. Плана выбрать какое-то определенное количество соискателей здесь нет. Плана у меня нет. План у меня один. Найти звезду. Почти все участники кастинга занимаются в танцевальных коллективах. Многие в балетных студиях. Тем не менее, из первых 16 подготовленных на дополнительный тест оставили всего лишь двоих. Обучение в академии танца бесплатное, на полном гособеспечении. Однако режим там не для каждого. До 10 уроков в день, затем репетиции. «Это режим очень суровый. Очень. То есть это постоянная работа. То есть с утра до вечера это учеба, учеба, учеба». У тех, кто прошел кастинг, главное испытание впереди. Три тура конкурсного отбора в конце мая в Петербурге. Оценивать их талант будет уже сам легендарный Борис Эйфман. Влада Данилова, Константин Николаенко, Михаил Нилов. Вести Карелия. Петрозаводск.